Всем привет! Меня зовут Вероника и сегодня хочу с вами поговорить о недавней новинке помаде Giordani Gold Master Creations SPF 20. Это новинка прошлого 13 каталога, появилась эта помада на смену золотому соблазну и честно, когда я узнала, что золотой соблазн убирает, я была немножко расстроена, но если так можно сказать, я была очень расстроена, но когда я уже увидела замену, попробовала, я могу сказать, что действительно перезапуск этой серии удался. Помада такая же мягкая, такие же красивые, насыщенные, благородные оттенки, поэтому вы можете смело подбирать, экспериментировать. Помады теперь имеют очень интересный вкусный аромат, такой что-то карамельно-шоколадное, ну в общем вкусненькое. Не знаю, как это описать. И, конечно же, главное отличие этой помады, то, что у нее теперь есть SPF 20, защита от солнечных лучей. Для меня SPF это очень важно, я всегда смотрю за этим фактором. И, конечно же, чем выше, тем лучше, потому что дольше вы можете находиться на солнце без вреда для своей кожи губ в данном случае. Дизайн помады такой же привлекательный, красивый золотистый металлический футляр, и, в принципе, помада мне очень нравится. Из преимуществ дополнительных теперь здесь есть в составе масло виноградной косточки, которая ухаживает, питает, увлажняет губы. Также содержится антивозрастная эссенция, которая увеличивает объем губ, который утрачивается с возрастом. То есть, ну, действительно, у кого, кто уже в возрасте, когда они наносят эту помаду, видно, что губы будто бы с карандашом, но на самом деле этого нет. Ну, может и не быть карандаша, а все равно они более как-то ровно смотрятся, более пухлые, и поэтому помада действительно классная. Кстати, у меня на губах это самый светлый оттенок, называется благородный нюд 33386. Помада, оттенок помады на каждый день, я считаю, абсолютно каждому подойдет. Если вы не хотите ничего яркого, вычурного, можно спокойно носить каждый день. Как считаете? Нравится, не нравится такой оттенок? Это второй оттенок, называется пудровый розовый, код 33387. И я была честно удивлена, что достаточно яркий оттенок идет вторым. То есть, после благородного нюда вся коллекция помад уже достаточно таких насыщенных ярких оттенков. Поэтому на каждый день его также можно носить, но все равно я считаю, что этот оттенок уже будет как с акцентом на губы, выделяться. Но все равно он очень красивый и мне лично нравится. А как вам? Это оттенок нежный пион, код 33388. И вот этот оттенок меня, конечно же, немножко удивил или огорчил, не знаю. В общем, в прошлой серии, если вы помните, был очаровательный пионовый. Это один из самых любимых моих оттенков в той коллекции. И я по названию думала, что это будет, конечно же, тот пионовый, куда его берут. Но нет. Если тот пионовый был все-таки в сиреневую сторону, то вот этот пион, он больше в розовую сторону. И он действительно яркий. Поэтому на каждый день лично для себя я этот оттенок не вижу. Но, в принципе, сам оттенок все равно очень красивый и благородный. Как вам? Кто выбрал этот оттенок для себя? Ну, а теперь про коралловую палитру. Оттенок сочный коралл 33389. Яркая, заметная, но красивая помада. Если честно, конечно, для себя я не вижу, но оттенок сам очень классный. И мне кажется, если как-то одеться специально, то будет очень-очень здорово смотреться и очень интересно. А как вам понравился такой оттенок? Еще один яркий оттенок, теперь уже в холодную сторону, и это элегантная фуксия. Код 33390. Это вот эта вот помадка. Как вы видите, она больше, более яркая, чем в каталоге изображена. И, возможно, у меня тут цветопередача какая-то неверная. Она прям фуксия. Истинный сиреневый такой цвет яркий, фуксия. А на камере почему-то по-другому передается. Но, в любом случае, если вы любительница всех оттенков фуксии, вообще всех оттенков сиреневых, обязательно посмотрите на эту помадку, попробуйте оттенок. Я думаю, что вы в нее влюбитесь. Еще один оттенок оранжевого. Я знаю, что есть много любителей таких помад. Для меня этот оттенок больше напоминает, ну, что-то из терракотового. Но, к сожалению, то, что было в предыдущей версии терракотовый оттеночек, его сейчас нет. Зато появился вот такой королевский янтарь. Это более сдержанный, скажем, по сравнению с кораллом, который мы видели чуть раньше. Код королевского янтаря. Янтаря 333-91. Красивый, благородный оттенок. Особенно подойдет осеннему цветотипу девушкам. Потому что вообще все вот эти оранжевые, коралловые, это, конечно же, их тема. Но для тех, кто любит новые образы, тоже стоит его посмотреть. Красный, куда же мы без него. Вообще, Джордани Гоут у меня ассоциируется с красным оттенком. И хотя я не пользуюсь красными помадами, я считаю, что к ним нужно быть готовыми. Но это красиво. Это вот 100% всегда красиво. И насыщенный красный. Код 333-92. Безумно яркий оттенок. Безумно красивый оттенок. Красный от слова красивый. И, в общем-то, мне очень нравится. Но это помада из разряда для особого выхода. Либо плохая погода, темные очки, красная помада. И вперед украшать этот мир. Действительно красивая. Еще раз скажу это. Но надо быть готовым к таким оттенкам. И еще хочу дополнить, что она такая мягкая, эта помада. Она так ровно ложится. Ты просто ее ведешь, и она вот идеально распределяется. Это просто супер. Поэтому я вообще любительница кремовых помад. Чтобы они вот прям наносились четко, плавно. Если какие-то даже есть шероховатости на губах. Особенно если сухие губы. У меня сухие губы. И сколько бы воды я не пила, они все равно почему-то сухие остаются. Но все равно чуть лучше становится. Но тем не менее. Я люблю, чтобы помада была такая жирненькая. Чтобы она питала очень здорово. И как раз Giordani Gold это те помады, которые всегда этим отличаются. Я обожаю абсолютно все. Но это будет, конечно же, фаворитом. Спелый ягодный код 333-93. И честно могу сказать, что это открытие для меня этого оттенка. Мне действительно понравилась помада. Ее цвет это что-то между тем пионовым. И все-таки это достаточно яркий оттенок получается. Даже не яркий, сколько глубокий и насыщенный. Но я считаю, что такую помаду на каждый день даже можно использовать. Особенно если не яркие глаза. И если, например, распустить волосы. Будет смотреться, ну лично на мне это адекватно. Поэтому мне оттенок понравился. И я даже делала омбре губ, смешивая с оттенком как раз самым светлым с бежим. Очень... А, с нюдом. Ошиблась? Благородный нюд. Очень даже неплохо смотрелась. Я пыталась сначала сделать с пудровым розовым, со вторым оттенком. Но поняла, что они настолько схожи, что действительно разница есть такая минимальная. То есть спелый ягодный не такой уж темный, если сравнивать его со вторым оттенком. Для меня это лично было открытие. Сенсация шока, но мне нравится. Как вам? Эта помада уже из разряда темных оттенков пошла. Это темный бордовый код 333-94. Помада, конечно, на любителя. Я бы сказала, прям надо иметь внешность для такой помады, конечно же. И самое главное, еще понимать, что темные помады, они все-таки уменьшают губы визуально. И я бы не сказала, что у меня прям плоские губы, там тонкие губы. Но тем не менее, эта помада прям резко их сократила. И лично я темные помады, ну, обхожу стороной. Я действительно считаю, что они для какого-то особенного случая. Но я знаю, что есть особый типаж девушек, которым просто потрясающие такие помады подходят оттенки. И да, сейчас такой тренд, за которым все гоняются. Но я понимаю, что тренд-то не всем подходит. Поэтому надо понимать. Но, кстати, на Хэллоуин это идеальная помада. Вот честно. Я бы накрасилась, да, если бы был какой-то образ, там, а-ля вампир. И вся такая история. Это даже очень классно. Но оттенок... Мне нравится, я сейчас понимаю, что этот оттенок прям чуть в красную сторону. Но он очень схож с цветом моих волос. Это смотрится интересно. Во всяком случае. Как вы относитесь к темным помадам данной палитры? И последний оттенок в коллекции Giordani Gold антивозрастных помад. Это глубокий винный. Код 333-95. И действительно, это холодная версия прошлого оттенка. Все-таки бордовый он больше в теплую сторону, винный более в холодную сторону. И все-таки он чуть светлее будет, нежели предыдущий оттенок. Там прям такой темный-темный. И с этим можно уже ходить на каждый день. Но все-таки темные помады уменьшают визуально губы. И об этом нужно помнить и понимать, что это будет происходить. И это нормально. И все-таки я лично яркие помады, насыщенные помады, которые выделяются явно в макияже, предпочитаю на вечер. Но это лично мое мнение. Как-то я вот так больше вижу. Хотя, конечно, есть образы, когда яркая помада даже и в повседневной жизни смотрится очень круто. Мы с вами посмотрели все оттенки помад. Напишите, пожалуйста, какой вам больше всего понравился. Какой вы себе, возможно, приобрели. Как вообще вам сама помада, текстура, аромат, свойства. Потому что я, конечно же, буду пользоваться. Единственное, я тут не нашла аналогов пионовому оттенку из прошлой серии, кофейному, которые были моими фаворитами. Но, тем не менее, есть с чем поиграть и теперь. Если вам видео понравилось, то ставим палец вверх. И также подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Если вы еще не имеете свой номер компании Арифлейм, скидку на всю продукцию 20%, то вы это можете сделать прямо сейчас под этим видео. Есть ссылочка и оформить. И пользоваться всем ассортиментом Арифлейм со скидкой, фиксированной 20%, с возможностью ее увеличения и получать также подарки и участвовать в закрытых распродажах. И не зависеть от консультанта, потому что у вас будет в любое время дня и ночи доступ к сайту, доступ к получению заказов и их оплате. Поэтому очень выгодно иметь свой интернет-магазин Арифлейм и быть всегда в курсе последних событий. Ну и пользоваться классным, качественным, натуральным продуктом, не переплачивая консультанту. Все, всем спасибо, пока-пока!